Продолжение следует... Без дополнительных инвестиций, без дополнительного кредитования малого и среднего бизнеса добиться устойчивого роста очень сложно. Поэтому социально-экономический блок имел очень большое значение. Один из пунктов блока – создать механизм медицинского страхования граждан России, которые проживают в Приднестровье. Сейчас полис можно получить только при наличии внутреннего паспорта и постоянной регистрации в России. Согласно Конституции Российской Федерации, законодательство граждан России не делят проживающие на территории, либо за территорией России. Все граждане России имеют равные права и равные обязанности. Конечно, должны пользоваться определенными благами, как получатели пенсии, как получатели медицинской страховки, ну и так далее, материнского капитала. Поэтому все вопросы обсуждаются именно на площадке Госдумы, потому что они требуют именно законательной модели решения данной проблемы. В Москве также обсуждали и вопрос получения российского гражданства. В Приднестровье многие с советскими паспортами на руках хотят стать россиянами не только по духу, но и по документам. Мы говорили о том, что необходимо выработать какой-то оптимальный механизм переподтверждения данного гражданства, поскольку Российская Федерация является правоприемницей Советского Союза, для того, чтобы упростить процедуры. И эти люди могли в полной мере чувствовать себя гражданами России. Еще один аспект вопроса гражданства. Речь идет о приднестровцах, которые родились после 1991 года. Таких в Приднестровье более 20 тысяч. Это категория соотечественников, которая фактически не может стать частью русского мира из-за административно-правых барьеров, что, на мой взгляд, является неправильным. Поэтому мы продолжим работать в этом направлении. Я надеюсь, что мы придем к конкретному решению на законодательном уровне. По меньшей мере, единая позиция, положительная позиция есть и у Совета Федерации, и у Государственной Думы по этому вопросу. Кроме того, такой же позиции придерживается и Дмитрий Олегович Рогозин. Образование – еще одна важная тема диалога в Москве. Наш университет подписал договоренности с различными центрами Российской Федерации, включая Московский государственный университет имени Ломоносова. Но, тем не менее, этот комплексный механизм создания российско-приднестровского вуза, особенно в условиях, когда наши дипломы получили механизм международного признания через апостелирование, может сделать наш вуз вообще одним из мощнейших региональных центров притяжения для студентов и абитуриентов, которые желают обучаться в рамках российского образовательного пространства. То есть это точка роста русского мира на региональном направлении. В правительстве России президент обсудил пути развития торгово-экономических отношений. Позитивная динамика есть. Например, за первый квартал этого года показатель экспорта приднестровской продукции в российском направлении вырос на 18%. И это только начало. На встрече с Дмитрием Рогозиным говорили о целевом кредитовании наших предприятий. Мы очень зависим от кредитования и инвестиций. Это также один был из основных вопросов, которые я, в принципе, адресовал Дмитрию Леговичу Рогозину. Мы не просим просто элементарной помощи, как бы бесплатно, образно говоря. Мы просим длинные кредиты под реальный сектор экономики, под реальные предприятия. Сумма известна, программа известна. В принципе, я ее представил. И мы ждем, конечно, хорошего взаимодействия с банками, с банковской сферой России. И это кредитование под залоговое имущество. Это не пустые кредиты. На встречах в Москве говорили и о важности сохранения миротворцев России в Приднестровье. Призывы к переформатированию гарантийной операции на Днестре деструктивны. И именно тема миротворчества станет главной на встрече президентов Приднестровья и Молдовы. Она состоится 25 апреля в Бендерах. Я думаю, что эта встреча придаст практически положительный импульс, позволяя нам двигаться дальше, в том числе вести нормальный политический диалог, соблюдать режим безопасности, утвержденный соглашением 92-го года. И с точки зрения международных отношений Приднестровья, это в полной мере одобрено всеми участниками переговорного процесса. У России и Приднестровья есть план сотрудничества, сообщил президент Вадим Красносельский. Каждый пункт позволит на практике создать условия для улучшения жизни наших людей. Взаимодействие между государствами наращивается, и процесс этот не остановить, даже в сложных геополитических условиях. Продолжение следует...